За атмосферой в шукшинские места приезжают со всей страны. То, о чём читали в книгах и видели в кино, увидеть наяву. И с почуйскому тратку дорога, много ездит по лесу и рот. Ещё живут те, кто знал знаменитого земляка. Мария Михауна – одноклассница писателя. Вспоминает его с большой любовью и с юмором. Привозили к нам в деревню кино, стали показывать, а мы узнали. А, так это ведь ласка. Многих своих героев Василий Макарович списал земляков. Наивные, но с деревенской хитрецой. Никогда не сдаются. Таких в глубинке много. Он и сам таким был. В этом доме шукшин провёл детские годы. Сюда же он вернулся после армии. Здесь же готовился экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости. Уже отсюда отправился в Москву. Здесь сама земля рождает таланты. Местные уверены, тут сильная энергетика. А людей тянет и вдохновляет природа. Такая тишина, как будто даже время тут течёт медленнее. Чем в городе. То есть вот это вот спокойствие какое-то, когда душа наша отдыхает. В его произведениях не было фальши. Секрет шукшина – абсолютная честность. Достоинство простого русского мужика. Я бы хотел быть не злым человеком. Я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать. Но я всю жизнь вру. В фильме «Калина Красная» роль Любы сыграла супруга шукшина. Теперь эту же роль на сцене здесь, в родных местах писателя, играет их дочь. Чеку попрямь и всё. По себя маленько расскажите. А то у меня родители, знаете, какие строгие. Наш спектакль и вообще папина произведение – это большое исцеление. Шукшин не очень на слуху. Вот моя цель и задача, чтобы его не забывали. К юбилею Василия Макаровича, народный артист России, Сергей Безруков поставил спектакль «Энергичные люди». Вспоминаю фразу из знаменитой «Калины Красной». Праздник души нужен. Я его давно жду. Праздник. Шаркнуть по душе. Вот очень захотелось шаркнуть по душе, и я сделал спектакль «Праздник». Выставки, лекции, кинофестиваль, спектакли «Шукшинские дни» в Барнауле по традиции проходят в конце июля. Фестиваль «Шукшинские дни» заканчивается здесь, на горе Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину. Говорят, что он приходил именно на это место и смотрел на родное село Сростки и на родной край. Край, который он и увековечил в своих работах.